двухнедельный челлендж с айфоном 4s наконец-то завершён почему наконец-то все очень просто крайне сложно было этим устройством пользоваться в 2020 году я уверен что трудности возникли исключительно из-за версии ios я смотрел много видео в ютубе как работает 4s на 6 ios я хочу сказать вам что разница просто космическая но вернемся к моему отчету как только я начал пользоваться айфоном 4s первое что меня смутило это отсутствие сканера отпечатка пальца поэтому мне пришлось пользоваться смартфоном без пароля да я знаю что можно было поставить код пароль но мне не в кайф по сто раз вводить его чтобы начать пользоваться смартфоном вот в принципе и все могу сказать что диагональ айфона 4s меня совершенно никак не смутило у меня не было дискомфорта взаимодействовать с экранов три с половиной дюйма он можно сказать меня устраивал до информации вмещается мало но здесь также если плюсы это размер айфон 4s спокойно помещается в любой карман без всяких проблем он компактный стильный привлекательный остановимся на привлекательности когда я пользовался айфоном 4s я собирал очень много взглядов не знаю чем связано что люди действительно обращают огромное внимание на iphone 4s куда бы я не зашел на чем бы я не ехал все смотрят и смотрят ни в коем случае не с негативом а смотрят с восхищением я видел как люди буквально охуевали от внешнего вида айфона 4s я видел и чувствовал как они хотели прикоснуться к этому смартфону их глаза будто говорили мне братан дай поюзать этого красавца но не все так классно как хотелось бы айфон 9 нет ни в коем случае айфон 9 не является плохой операционной системой свое время она была неплохой правда с косяками но да ладно именно для айфона 4s 9 айвес был последней прошивкой и собственно лучше бы apple не выпускали это по для айфона 4s сегодня двадцатом году данным смартфоном на этой операционке пользоваться мягко говоря невозможно постоянные лаги постоянные вылеты иногда вовсе не запускаются приложения а иногда все работает очень даже хорошо ну как хорошо для айфона 4s пойдет в общем крайне нестабильная операционка я показывал в одном из своих видео запуск модерн комбата так вот когда только я у скачал из appstore он работал но жутко сука лагал а затем и вовсе перестал запускаться я совершенно не знаю с чем это может быть связано но могу сказать что пользоваться две недели айфоном 4s было сложно перед тем как активно начать пользоваться айфоном 4s вам необходимо будет приобрести адаптер под микросимку так как айфон 4s понятное дело поддерживает сим карта формата микросим стоит это переходник рублей 100 я думаю что с приобретением никаких проблем не возникнет свой же переходник я покупал салоне связи своего оператора еще хотел бы рассказать про некоторое приложение я хотел скачать youtube но к сожалению мне не получилось это сделать я знаю что можно пользоваться youtube через браузер но этого делать не стал так как смотрите youtube на экране в три с половиной дюйма это такое себе занятие если вам интересно как iphone 4s показывает себя в современных приложениях то я прямо сейчас отвечу вам показывает он себя хуёво я даже не знаю с чем можно сравнить эту работу когда я пользовался айфоном 6s и просто до предела нагружал его и 6s буквальном смысле начинал рдать он в эти моменты работал в раз лучше чем iphone 4s без нагрузки в некоторых моментах ужасная работа 4s вводит из себя но я относился к этому с пониманием так как этому смартфону много лет и требовать от него адекватная работа не стоит еще лично для себя я вынес тот факт что я практически не фотографируюсь когда начался этот челлендж я успел посетить украину да можно сказать что это было давно еще границы были не закрыты так вот я понял что я совершенно не фотографируюсь для приличия я сделал несколько фотографий которые сейчас сюда вставлю в принципе iphone 4s сделать достаточно хорошие снимки даже сейчас в 2020 году камера хорошая я уверен что на фотографирует намного лучше тех смартфонов которые выходили в один год с айфоном 4s и я даже скажу больше она делает снимки качественнее чем любой другой смартфон в этом ценовом диапазоне но скажите мне какой еще смартфон за тысячу 2 рублей сможет сделать такие качественные фотографии я думаю ответ очевиден видоса к сожалению на него я за две недели использования не снимал но вы можете кликнуть по подсказке вверху и посмотреть видео с айфоном 4s там как раз таки есть фрагмент с видеозаписью пользовался айфоном 4s можно сказать по минимуму когда я хотел накатить какую-либо игру я понимал что работа на будет крайне плохо однако когда я делал видео я купил айфон 4s я показывал вам работу до триггера и могу сказать что работал он хорошо однако проходить эту игру мне не было никакого желания именно в этот момент мне хотелось просто убить время какими-нибудь тайм киллерами как сувей серф но делать этого я не стал так как я помню как работал тот самый сувей я юз 4s только в мессенджер и все и опять же он совершенно не выводит если вам зайдет это видео то я куплю еще один айфон 4s на 16 гигабайт и попробую накатить туда ios 6 почему именно на 16 потому что на 16 гигабайтной версии меньше риска получить кирпич во время перепрошивки смартфона и я им также попользуюсь две недели а может даже и одно и сравню полностью iphone 4s на девятом ios 4s на 6 поэтому если вам данная тема интересна то можете написать об этом в комментариях если будет много подобных комментов то я незамедлительно сделаю это батарея у 4s конечно же слабая так как этот смартфон был не новый а был то батарея собственно было далеко от идеала но я думаю что и нулевая батарея протянула бы немного так как аккумулятору 4s всего на 1430 миллиампер часов и это действительно крайне мало даже при использовании одних лишь мессенджеров 4s подыхал несколько раз за день и мне приходилось таскать с собой powerbank поэтому если вы собираетесь покупать себе 4s непонятно зачем то можете смело выделять еще деньги и на powerbank две недели прошли незаметно можно ли сказать что я скучаю по айфону 4s нет я был крайне рад вернуться к своему смартфону и первое что меня удивило это его размер если вы зажрались и ваш смартфон вас не устраивает при этом вы являетесь владельцем какого-нибудь седьмого айфона то можете издануть iphone 4s и вы начнете ценить свое устройство в общем всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и на группу канала вконтакте и всем пока удачи Продолжение следует...